Последние несколько лет и конечно же текущий 2019 год это время стремительного развития информационных технологий и идеальное время для создания собственных пусть и маленьких или вообще совсем крошечных проектов. И не важно что это будет, свое приложение, сервис, небольшой салон красоты, кофейня, сервис помощник обучающей направленности или онлайн помощник для специалистов определенной узкой квалификации. Не важно что вы делаете, если вы создаете свой стартап, который в перспективе сможет как-то разнообразить или улучшить жизнь человечества, то знайте что вы создаете что-то особенное и вы принадлежите к совсем небольшой категории людей. Конечно в начале пути вам будет особенно тяжело, ведь о вашем проекте должны узнать как можно больше людей для начального пинка вашего стартапа. В общем вам нужно как следует пропиарить свой стартап. В начале пути, когда у вас есть только лишь задумка и вы приступаете к созданию своего продукта, да уже на этом этапе стоит задуматься о том как вы будете продвигать свой стартап. Конечно же вы можете использовать социальные сети, но и параллельно вам будет просто необходим сайт, на котором вы поподробнее сможете познакомить потенциальных пользователей или клиентов со своим стартапом. В начале пути, когда не особо большие бюджеты имеются у вас в распоряжении, эту ограниченную сумму стоит потратить на рекламу, а сайт можно создать и самому, не платя сумасшедших сумм программистам. Для этого вы можете использовать систему WordPress. Это уникальная система, на которой вы сможете абсолютно без знаний программирования создать свой сайт, например для продвижения своего стартапа. В этом видео я расскажу какие темы оформления стоит выбрать для разработки своего сайта именно на системе WordPress под тематику продвижения стартапов. Если вам нужна моя помощь, а также консультация в создании сайта или вы хотите поддержать этот обучающий проект, то посмотрите описание к этому видео. Там есть все ссылки. А мы начинаем. Итак, я представляю вашему вниманию топ тем, подходящих для пиара вашего стартапа. Восьмое место занимает решение под названием «Бизнес-стартап». У этой темы главная страница оформлена в виде лендинга. Здесь мы из блоков имеем вот такой баннер с возможностью описания основных моментов или преимуществ вашего зарождающего проекта. Далее идет блок с подробным описанием стартапа. Затем вы можете изложить основную концепцию вашего проекта, а после расположен вот такой баннер с живым анимированным фоном. Далее идет вот такой блок с презентацией вашего приложения. После этого также начинается серия блоков с различными вариантами исполнения баннеров. Последним блоком выступает вот такая яркая секция с преимуществами вашего стартапа. Да, дизайн здесь превосходный, но по возможностям и структуре наполнения это решение уступает другим темам, расположенным в этом топе. Именно поэтому это решение занимает то место, которое занимает. В описании к этому видео у вас будет ссылка дополнительные материалы, где я оставлю ссылки на демо сайты всех тем, о которых буду рассказывать в данном видео. Также там будет ссылка на карточку данной темы. Дело в том, что это решение имеет несколько исполнений в зависимости от того, в какой сфере стартап вы задумали. Там есть решение и для сферы IT, и для фотографов, и очень много других решений. В карточке этой темы в описании будут приведены ссылки на различные варианты исполнения данной темы, так что переходите по ссылке и знакомьтесь с данным решением. А мы продолжаем. На седьмом месте расположилось решение под названием «Осфальт». Здесь мы получаем вот такой более или менее классический корпоративный сайт. Из блоков на главной странице располагается слайдер. Описание проекта или ваша история, секция с преимуществами вашего стартапа, рекламный баннер, раздел, который познакомит ваших пользователей или будущих клиентов с вашими партнерами или сотрудниками, секция с отзывами, выполненная в вот таком интересном виде. Далее идет раздел со статьями и блок, например, под презентацию ваших технологий, которые вы используете в стартапе или в других своих проектах. Например, также можно здесь рассказать о ваших партнерах, представив их в качестве торговых марок. Тема довольно-таки хорошая и однозначно может быть рекомендована к использованию. Немного не дотянуло до нашей пятерки решение под названием «Консалтинг». Эта тема исполнена с дизайном главной страницы под лендинг. Здесь мы получаем вот такой интересный волнистый дизайн, а по блокам, используя данное решение, вы будете иметь в своем распоряжении следующие блоки на главной странице. Конечно же слайдер, затем блок с подробным описанием проекта, затем секция с описанием сути вашего стартапа, далее идет блок с преимуществами проекта. Кроме того, вы можете использовать секцию с расценками для возможности пользоваться вашим стартапом. Этого не было в предыдущих темах оформления. Также вы можете познакомить своих клиентов с вашими партнерами или сотрудниками, рассказать еще кое-что о своем проекте и разместить вот такую интересную форму обратной связи. Тема довольно-таки интересная и однозначно к ней стоит присмотреться. Нашу пятерку лучших решений для оформления стартапа открывает тема под названием «В стартап». Это уже такое более серьезное решение. В этой теме все так же, как и в предыдущих в плане блоков на главной странице. Здесь мы имеем слайдер, блоки с преимуществами и знакомство с важными моментами проекта, рекламные баннеры, отзывы. Но отдельно хотелось бы отметить вот такой блок портфолио, который можно использовать под что угодно, а также секция с маркерами прогресса. Также стоит обратить внимание на вот такой блок с ложками и с такими цифрами. А так, тема вполне достойная. Здесь есть все, что необходимо. Чуть-чуть не дотянуло до нашей тройки титанов решение под названием «Консултап». С этой темы начинается обзор решений на уровень выше предыдущих. Здесь кроме стандартных блоков, таких как слайдер, описание стартапа, хотелось бы отметить секцию, где вы можете рассказать о самых главных преимуществах вашего стартапа. Блок с портфолио, оформленного в виде карусели. Вот такая секция, в которой вы можете познакомить ваших клиентов с вашими партнерами или сотрудниками. Также эффектно выглядит секция с пакетами подключения, то есть с расценками. Ну а далее все стандартно. Отзывы, блок с торговыми марками или с теком технологий. А также здесь имеется блок со статьями. Теперь мы переходим к нашему бронзовому призеру. Решение под названием «Кима». Эта тема завоевывает такое высокое место прежде всего своим дизайном и анимацией. Ну и конечно структура главной страницы тоже выстроена по-особенному. Здесь мы получаем вот такой крутой блок, в котором можно рассказать о самых главных моментах вашего стартапа. Также мы получаем вот такой блок со статьями, который упорядочивает контент по вкладкам. Мы кликаем по вкладке и подгружаем соответствующие статьи по соответствующей тематике. Далее все стандартно. Блоки с отзывами, партнеры. Также отличительной особенностью является возможность подключения интернет-магазина, в котором вы можете реализовать свои продукты или услуги. Далее идет серия необычных блоков, ваши достижения, интересная реализация блока преимуществ, а также секция с вашими показателями. Далее находится раздел с возможными пакетами подключения, рекламный баннер с эффектом слайдера. Также мы имеем в своем распоряжении секцию по представлению сотрудников или партнеров. Также мы можем в таком невероятном виде разместить видеоматериалы. И последний блок, который можно разместить на главной странице, служит для вот такого отображения статей. Посмотрите, какая реально крутая тема оформления. Но то ли еще будет. Знакомьтесь, наш серебряный призер решения под названием «Сират». Это решение выделяется своим дизайном. Здесь по структуре все так же, только блоки главной страницы усовершенствованы, и некоторые из них имеют овальную форму. Также интересно представлен вот такой блок с пакетами подключения. В общем, тема очень классная и по достоинству занимает почетное второе место. Но вот мы и подобрались к нашему лидеру. Знакомьтесь, решение под названием «IT Company». Эта тема идеально подходит для стартапа в IT-сфере, а также для области дизайна и даже в качестве сайта для аутсорсинговой или IT-компании. Здесь есть масса всего полезного. Во-первых, мы получаем вот такой блок с преимуществами. Во-вторых, мы имеем вот такую секцию с нашими услугами. Также мы можем презентовать сферы, в которых оказываем услуги вот в такой интересной форме. Также у нас в распоряжении имеется блок с нашими показателями, секция с портфолио, раздел с нашими ведущими сотрудниками или руководство компании. Также мы можем презентовать отзывы и раскрыть пакеты работы с нами более широко. И, естественно, имеется возможность ввести собственный блок, что благотворно скажется на продвижении. Кроме того, у этого решения имеется очень привлекательный, динамичный и актуальный дизайн. И все это дополняется грамотно построенной структурой главной страницы. В совокупности, все эти факторы и позволили данной теме занять лидирующее место в этом топе. Конечно, сфера продвижения стартапов не так популярна, как создание интернет-магазинов. Мне кажется, должно пройти немного времени на русскоязычном сегменте интернета, чтобы тематика стартапов стала крайне востребованной областью современного бизнеса. Но все же я верю, что многим тематика возможностей продвижения своего стартапа будет интересна. Поэтому и решил сделать вот такую подборку. Если вам нужна моя помощь в создании сайтов, или вы хотите поддержать проект, то все ссылки есть в описании. А на сегодня у меня все. До встречи на волнах наших эфиров. Всем пока. Субтитры сделал DimaTorzok